мы сейчас смотрим на график здесь написано доллар против российского рубля и это недельный график то есть каждая свечка это одна неделя это одна неделя но как мы видим здесь вот в этом месте в этом месте то есть в начале 2016 года 1 доллар достиг 85 рублей 62 копейки получается с правой стороны мы видим это 85 с половиной рублей и с этого момента он стал падать то есть доллар стал дешеветь и вот сейчас мы находимся на очень важной отметке фибоначчи 0 382 о чем идет речь она тестировалась один раз она тестировалась второй раз она тестировалась вот здесь третий раз и сейчас тестируется четвертый раз о чем идет речь речь идет о том что если мы сейчас рубль пробьет эту линию 61.78 примерно 61.5 то он будет стоить в итоге вот в этой зоне он будет вот здесь показана эта зона от 55 и 3 до 54 и 3 это означает что это будет ну 8 долларов 8 долларов это примерно 15 процентов до около 15 процентов о чем идет речь речь идет о том друзья о том что и еще раз повторяю если вы захотите собирать российские рубли продавать доллары то вам надо их продавать если вы увидите что он опустится ниже этой точки не собирайте больше то есть доллар пойдет вниз то есть он будет дешеветь по отношению к рублю сейчас мы переключимся на другие графики более скажем так раздробим это все если если мы пробьем эту линию вы видите тоже тестировалось 1 2 3 это неделя 4 5 то есть мы пока что вот в этом пределе находимся вот вот в этом range вот в этом канале мы трейдаемся давайте переключимся на дневной график 1 свечка 1 день то есть в 7 раз легче нам будет смотреть видите мы находимся в этом канале с июня месяца вверх вниз вверх вниз вверх вниз вверх трейдеры элементарно могут это трейдить потому что если мы пойдем сюда то мы потом отскочим то есть мы пробьем вот эту линию поддержки а это линия сопротивления так как я это объясняю в своих презентациях это как коробка здания и это этажи а нет это этажи видите первый этаж второй этаж третий этаж четвертый этаж как только пробивается один этаж ну мы проваливаемся мы же куда летим на следующий этаж правильно вот он но существует какие то еще перегородки здесь то есть потолок находится ниже чем плита перекрытия это же мы знаем понимаем да вот то есть мы куда то полетим сюда потом отскочим отсюда к этой линии она уже будет на линии сопротивления мы пойдем сюда ну можем скакать зад вперед зад вперед но вот так как мы вот в этом канале трейдаемся точно так же мы будем трейдиться и в этом канале но в конце концов закон закон даже не правило закон гласит такой пробивая один уровень мы идем к следующему уровню это все дело тянется долго нам искать давайте посмотрим месячный график месячный график нам не показывает да вы видите сколько до 2000 года стоил 1 доллар 22 рубля то есть ребят мы ведем отсчет вот от этой точки 2008 года трейдеры или те студенты которых я обучаю знают что вот эта точка понимаете вот эта вот эта линия появилась только после этой точки как только мы дошли до верхнего до верхней границы то есть их не было этих линий то есть если бы эта точка была здесь так это бы линия изменилась но посмотрите какая удивительная точность получается что только после этой точки которая произошла в начале 2016 года то есть представляете 2008 да сколько это 8 лет правильно 8 с половиной лет это все продолжалось и вот как только через 8 с половиной лет мы дошли до верхней точки появилась эта линия но заметьте почему то мы дошли до этой линии в 2000 феврале 2009 года и пошли вниз пришли сюда в 2014 пошли вниз и потом ее пробили то есть это сетапы сетапы то есть это так как трейдеры видят это это называется 1 2 3 сетап то есть трейдеры знают что как только пробиваются вот эти линии мы идем вверх как долго как далеко мы идем вверх это вопрос другой сейчас не буду давать технические подробности это технический анализ вот тут вот написано тут написано вот или же мы можем найти это на фейсбуке доллтик трейдинг акедами и посмотреть там графики кому это интересно окей давайте посмотрим на 4 часовой график 4 часовой график что здесь происходит ну вот что здесь происходит здесь более точнее смотрите вот это вот было пенетрейт то есть это пробило уже один раз пробило второй раз вот 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 вот